итак герои нашего сегодняшнего выпуска опасная бритва 909 клин из дамасской стали приобретена денисом деденко моим земляком у вячеслава и после того как я собрался все свои отсылать на заточку после ну игорю после видео опять же игоря с юганска вот сейчас эти бритвы приехали и вот с нее то наверное и начну потому что она же единицу отдать то наверно давайте самого начала полностью обо всем пробежим то есть вот бритвку пока уберем рассмотрим ее подробно сначала поговорим о коробке ребята честно скажу коробка мне не нравится вот материал карельская береза до нравится способ крепления это штифты и неодимовые магниты вызывает вопрос объясню почему потому что ну допустим ребенок у дениса поиграл и одному штифту сразу капец это первый вопрос второй вопрос видите как где не стал выкручиваться из ситуации потому что крепление бритвы вот смотрите вот то есть вот как бы комиссури да и вот она как в это как комиссури в проруби болтается ну то есть вот тут вот на мой взгляд вячеслав не продумал вот эта коробка это не его сильное произведение у него есть коробки получше вот с этой что-то как-то для того чтобы она не болталась денис даже резиночку вот сюда вот так вот пришпандоривал но это может помочь если она у вас статике лежит где-то дома а вот когда вы куда-то ее что-то как-то вдруг на заточку или еще чего отправляете тогда даже вот смотрите вот игорь подложил вот такую вот поролонку это это не спасло потому что в дороге наш кандыбала стребухалась и смотрите чем это все закончилось то есть наркотом след остался это я покажу отдельно что касается самой коробки пиздык ля-ля ведь кусочек она отрезала то есть вот на мой взгляд те другие коробки которые вячеслав делает под комиссури они гораздо интереснее и практичнее нежели вот это это не работает эти коробки я бы на месте вячеслава больше бы не производил но это что касается коробок ну или по крайней мере переделка как как-то тут правильно вот как-то тут правильно все коробку убираем давайте теперь за бритовку поговорим и поговорить есть о чем да хлопцы это комиссурика самая настоящая комиссури знаете вот этих вот японцев там самураев были у них там специальные ножи для харакири забыл как называются были у них специальные мечи там друг другу рыбы чистить катаны и прочее прочее а вот это вот ребята тоже маленький домашний меч который называется комиссури форма клин сделан из дамасской стали если говорить конкретно за японцев они по-моему только комиссури это и бреются ну брелись сейчас то конечно они уже и кассетники там это все начали делать это и тэшки стали у них появляться а раньше без комиссури никуда вот захотел побриться вынь да полож комиссури вот это вот единственный инструмент у них был ну и посмотрите как это все смотрится конечно же клеймо вячеслава рисунок знаменитый две тысячи с хвостиком слоев за . денису досталось прямо от вячеслава то есть он попробовал побрился ему было жестковато именно по этой причине все отправили игорю и вот сегодня я буду пробовать что это за зверь такой я вам говорю что отметка есть на рк нет ребята это мне показалось потому что вот сейчас вот так вот я ее не вижу это наверное вот как она тот шпенек срезала вот так вот мне и вышло ручка форма спинка параметрические данные вот сейчас уже наверняка посмотрели на картинке но вот если не посмотрели давайте сейчас покажу по ощущениям этот инструмент приятно держать в руках конечно же это не клинковая бритва обычно в нашем понимании здесь придется и хват другой применять и прочее прочее ну чего-нибудь я соображаю в комиссариях да ни хрена вот сейчас вот и начну соображать смотрите тут утрец рисочки такие чтоб палец не скользил вверху вверху по краям вот с этой стороны есть рисочка это вот как-то вот наверно шоку так ну под правую руку короче заточена вот ребята такая красота держа в руках я просто испытываю удовольствие как она покажет себя в работе узнаем совсем скоро ну естественно перед работой несмотря на то что игорь затачивал конечно же он там минимум этом раз 30 на ремешке пробегу всяко-разно мыло мыло у нас сегодня от александра подоляна сварена денисом пометочка the black tea the cosmos под американского нет английскую английскую компанию вот такое без ярко выраженного запаха но тем не менее то что вы ловите он приятный он приятный индифицировать его не могу вот все что могу сказать что он просто приятный он не природный он имеет синтетическую какую-то основу но это тот запах который ну не может не понравится здесь что-то такое вот домашнее домашнее свежая светло-голубое такое знаете вот светло-зеленое что-то приятных тонов посмотрим как бреет но зная дениса я думаю что брить то будет нормально но заук помазок сегодня у нас ребята от мужского материка давно его не было на обзоре этого барсучка с деревянной ручкой дестабилизированной древесины но вот сегодня хотел его запустить еще разочек служит и служит куда ему деваться авто шеи сегодня будет прораться зеленый благодаря меркулову алексею санкт-петербург тот самый алексей который дает нам возможность попробовать пробники ссылку на него увидите в описании под видео ну зеленый прораса у нас уже был просто я руку засунул вытащил вот он вытащился думаю ну ладно значит тебе сегодня и быть опасная бритва прислала много ништяков из мужской косметики благодаря моей любимой потому что иванова как увидела что опасная бритва работает с американской фирмой икрю сказал иванов делать что хочешь но мне надо ну и там свой списочек составила я этот списочек передал опасную бритву и вот тут кое-что обломилось это все ребята серии попудрить не носика попудрить волосы но это так в кавычках потому что это все для мужских причесок давайте знаете что вот это любимая на работе на постоянку использует поэтому сейчас вот пудру и лак пенку вернее уберем а сегодня поговорим за но это даже не крем это наверно гель что там нет не гель все-таки это крем такой знаете вот приятный и любимая вот смотрите вот за все это время сколько уже больше месяца прошло она он ведь сколько всего использовала это она была не полная берется совсем мало мало то есть вот так вот буквально но занулась вот видите даже на пальцах не видно и на другой рукой вот так тыр и на волосы это наносится не на корни это на среднюю и верхнюю часть волос для чего давайте наверх поднимемся там подробно поговорим так мыло the black tea сварена денисом прислал александр подолян которая мы сегодня попробуем кстати кто еще не в курсе одним русскоязычным бритвенным сайтом канал стало меньше потому что александр подолян решил перевести свой канал на украинский язык но тем кто плохо разбирается в украинском или плохо его понимает ребята не отчаивайтесь потому что александр пообещал что будет работать над субтитрами так что в принципе кому это интересно у него есть шанс дождаться субтитров на русском языке так ну чего водички на колтыхал давайте наверно нанесем на компресс чуть-чуть смочу смотри как занялась начата по мазком то делать все от одной только жижки смотри но где низ кроме того что у парня руки не жопы он еще и скромный помните его последнего мыло на обзоре там один или два видео назад немало зашло понравилось хороший запах особенно нам вот так скромненько бюджет самая горит неудачная серия и горит его переплавку отправил имеет право он его сделал но если помни банку такого и солдаря хрен бы его отдал на переплавку мнение не денис ты не там чуть-чуть себе переплавляет мне это оставь не надо не трогать ну вот это то что он с водички я сделал что пришли ну вот мыло от дениса одесса но вы сами все видите так все ухожу на компресс на компресс ушел а помазок то ну ладно экспресс лайтом так его маленечко хотя неправильно это хотя бы конечно минуту две-три надо было бы его помочить ну чего все уже так ну чуть-чуть давайте вот так еще отожмем и пошли набирать чашки не будет никакой сразу же на лицо тут взрыв я думаю что вот эту этикетку который денис сделал подражая и базы ти личам знаменитым станком то все я волнение нуждается как я думаю что эта этикетка хайпанут что многие знают кто такие базы ти а ему то это зачем если человек варит такое имя да я думаю что он уже по всей украине гремит поэтому из-за ее пределами поэтому вот тот кто новенький кто выбивается и кому нужно чтоб о нем говорили кто-то взял все такую прилепил а вот ты смотри вот там а ему то зачем вот это я не понял но вся будем бриться густящая парикмахерская мой мастер любаш поминал головы его нофты чё дорос это вот что-то так вы слушать давай иди сюда и тишин говорит мерить буду я говорю чё штаны снимать а ты дурай айда садись ну это она классная девчонка ну как девчонка она где-то лет на десять помладше меня и вот если хоть раз допустим снять мой похож парикмахерскую на видео потом выложить парни вы бы просто в осадок выпали но это рубаха парень мы там сидим просто прикалываемся жжем а все вокруг парикмахерская она такая ну короче там у мужики девчонки все вместе то есть но мы там просто отдыхаем ну так вот она достает свои вот эти вот от машинки вся горит я тебе скажу короче она тыкала мыкала насадки играет у тебя 8 миллиметров как узнал кто сказал она разными насадками так твого и смотри вот это уже не задевает не задевала насадка 8 миллиметров то что мы сейчас с вами будем сейчас древать щетину 8 миллиметров и начнем наверно ну чего характер я делать не буду но с комиссари с комиссари давайте попробуем понимаю что все должно произойти но все-таки маленечко ссыка на на заточку игорю она ушла благодаря тому что игоря с нефтью юганского смотрелся ему понравилось как заточили бритву ну вот сейчас вот они пришли щас будем пробовать и если вдруг я понравится за . я смогу сказать об этом людям тогда у вячеслава образуется вариант что все свои бритвы он по договоренности с клиентом сможет отправлять игорю игорев затачивает а потом уже отправляет клиенту такая за . клиенту насколько я понимаю стоит ничего не будет это вячеслав будет делать скидку на эту заточку но уж а какая она хорошая или нет ну сейчас будем смотреть вполне допускаю что она мне может не зайти точно так же как она может просто я кипятком от них буду брызгать я не знаю вот сейчас будем смотреть я специально сразу три штуки здесь собрал чтобы смотреть что-то как вот сразу ну даже если мы сейчас чем-то побреемся то все остальные они все равно потом на обзор пойдут ну с богом так клин полный клин ни разу не брился и подозреваю что там угол должен быть побольше ну что за . то сам сами понимаете малечко другая сейчас будем смотреть вот такой это у нас угол где-то 30 градусов я берет хоть с углом хоть без угла берет а где тут у нас губочка ну давайте смотреть что у нас там дальше на ремне прошел 30 раз возможно мало на ремне прошел мы посмотрим другой клин который на крупном плане вы не видели но тоже от вячеслава и он тоже был у игоря на заточке так чуть-чуть водички вот так вот 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 ну сами видите разница есть и так вот логически рассудить но не может человек один клин заточить так себе другой хорошо поэтому я в принципе хочу предположить что что-то я там делаю с этой комиссарией не так что-то я там не умею шо не знаю буду разбираться но вот это бреет гораздо интереснее чем клин всяко разно так ладно поехали дальше возможно моя 8 или скольки там дневная щетина какой-то припона стала для комиссурия не знаю но другой стороны вячеслав же и номинировал что из дамаска он делает специально чтобы за . чтоб у меня вот по такой щетине я фиг его знает может быть я тут правил на ремне как-то не так муж клин как-то по-особенному надо править я хозе но с другой стороны это же лучше бреи так еще у меня очень сильное желание взять сразу эту малышку попробовать ребят вы не обессудьте я наверно сейчас все таки достану не просто вот до чертиков удобно вот это вот сейчас попробовать до чертиков удобно до чертиков хочется вот это вот за эту игорь предупреждал отдельно говорит смотри смотри грицап нет горит и не заметишь ну посмотрим сейчас не понимаю ну смотри как я это сейчас воспринимаю так как будто дерет пока из всех трех мне клин стопроцентный не комиссарий а вот клин зашло больше всего больше всего понравился ну ребята опять же видите не надо забывать что 8 миллиметров щетина может быть тут какие то свои вот эти самые проблемы так ласточку сейчас убираю оставляю клин и клина буду бриться дальше ну если мне не изменяет память клин должен сбривать бесшумно клин тут выборки никакой ну сейчас вот на щеках слышали да вот эти все таки 8 миллиметров сыграли свою роль и шорох там приятный такой стоял даже вы наверняка его слышали такое ощущение что через булелом что-то там мишка ломится какой-то это было так это было это было так это вот это как-то сейчас надо вот с этой рукой так хочу это дайте ка сейчас еще маленечко да вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... До чертиков жалко, но эту бриту уже не установить. Мало того, что кусок вылетел приличный, так еще и трещина пошла. Так что у урнаса появилась вакансия на одну ручку. Так, возьму еще маленькое мыло. Запах приятный. Он какой-то адриатический. Он ярко выраженный. Там нет морской темы типа йод, водоросли, то-се. Ну и заигрываний там с экватором, с тропиками тоже никаких нет. Какой-то знаете запах свежести, реально свежесть. Но не озоновый. Какой-то такой знаете бирюзовый, зеленый, приятный. Класс. Кстати, еще одна особенность мыла от Дениса, то, что он в запахах понимает. Вот второе мыло, и мне вот оно нравится запахом. Но он не перебарщивает. То есть вот нет такого, что на тебе боже, что на мне уже три ведра. А вот как-то в меру. Хотя вот этот запах. Но я не могу сказать со вероятностью 100%, если его усилий, то как бы он был. Но я бы не отказался такой более мощный попробовать. Блин. Софа, не обращайте внимания. Так ребенок и будет горцовать. Так, а что это? Вот так. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь самый жесткий, поэтому я сейчас вначале вот так его забабашу, а потом уже вот так вот, так сейчас еще маленечко омолодим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я пока брился, думал о решении Александра перейти на украинскую мову Такое, знаете, вот у меня внутри неоднозначно С одной стороны имеет право на родном языке, почему бы нет, да и вообще и красавчик С другой стороны, ну взял бы заранее сказал там хлопцы, так и так, извиняйте, вот начиная там с этого видео или со следующего на русском языке Буду говорить вот о украинском И все русскоязычные, кто плохо разбирается в украинском, ну как бы услышали, ну дураков-то там нет Александр взял сразу рыбанул Ну вообще это его дело, конечно, он решает Второе Все-таки русский, как ни крути, это все-таки мультиязык, потому что, ну, 15 республик, там большинство все знали этот язык А сейчас, если он локализует только на украинском Он не только убавляется в число своих подписчиков, он как бы капсулирует информацию Ну, если, конечно, не будет субтитров Плюс третье такое еще А остался теперь, что делать? С одной стороны, если он перейдет в Минске, ну он сделает то же самое, что Александр Ну, молодец, хорошо, еще одним сайтом русскоязычным будет меньше, ну, в смысле, каналом А если не перейдет, найдутся же такие, которые скажут, вон, смотри, по долям перешел, Латычева Ну-ка, давай тоже там То есть, вот как это все будет выглядеть, тоже непонятно Ну, самое главное, здоровье И что у них все хорошо Ну, а как дальше будет, да, я думаю, время все по своим местам расставит Так, ну что, сейчас еще в ту сторону маханем Ну-ка, 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 ну-ка Ну-ка, 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 ну-ка Ну что, шероховатост sti сов они шумии, мы тут, людьми, разговариваем С шероховатостями, ну, побрился, тут, по третий, по третий проход всяко разно остается потому что у меня волосы растут на два, я никак не смогу, софа, сейчас, сучка маленькая вылезла, сразу и раз и убежала, ну ладно, давайте что-нибудь встретим, сообразим, поэтому я всегда диву даюсь, как есть люди, которые бреются на один проход снизу вверх, ух, как есть люди, которые бреются на два прохода, вот как я сейчас, сверху вниз и снизу вверх, хотя частично, частично, возможно это может объясняться тем, что тут вопрос чистоты бритья, то есть приоритетов, вот сейчас по идее я уже был побритый, то есть вот скажи, что я хорошо побрился, вы бы на камеру разлили, разницы бы и не увидели, я сам знаю, что там есть кое-где кое-что, я это хочу убрать, ну что я с брить пришел, что, не вату катай, возможно люди, которые бреются на один проход или на два этим манкируют, или у них все-таки карта волос такая, что в принципе им и этого достаточно, то есть, ну фиг его знает, вот у них бы спросить, парни, кто на один, на два прохода бреется, вы чистотой пренебрегаете, или вы вот за один-два прохода снимаете так, что просто, хоть сейчас иди кувыкайся на бульвар к французам, и никто не заметит, что у тебя там что-то есть, вот такой вопрос интересный тайна-тайна-там, так, ну, ух ты какой я весь, ну ладно, не обращайте внимания, так, а что это я, так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я тут губочку эксплуатирую... Что-то кто-то из вас насоветовал разбираться... Вот мне там башку запало... И все... И сейчас мне как-то по кайфу... Вместо полотенца стал брать салфетку... Так даже как-то... Поприятней... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раз пошла такая пьянка... Наверное, этот джих еще и под носом сделаю... Ну, люблю я, чтоб там было гладенько тут, ребята... Каждый решает по-своему... Многие, вот я знаю, например... Что вот они бы там это оставили... Ну, оно мне надо... Вместо полотенца... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну то есть реально не их заточка Чья? Эдуарда Ситых Им не заходило Мне заточка Эдуарда Ситых понравилась Я ее попробовал И видео об этом есть Я не скажу на какой опаске это было Потому что меня попросили не говорить Но бритва побрила великолепно Это была бритва Станислава Из Дамаска Мне понравилась Это что вот щетину выбирать как-то надо Или чтобы потом еще подгонять под себя Или еще что-то Как вот это все вылечить я знаю Ну слава богу у меня камешки есть Благодаря вам опять же Ремни есть Я еще на сланцы погоняю На ремнях возможно я на ремне не так гонял Возможно там на ремне как-то по особенному нужно было Потому что если клин точится Он наверное с изолентой как-то точится А я там на ремне без изоленты ходил Возможно изоленту там нужно было подложить То же самое касается и комиссури То есть возможно она точилась изолента А я просто шмяк на ремень Тын-тын-тын-тын А потом удивляюсь То есть это еще надо разбираться Я не готов сказать что Игорь не умеет точить Игорь умеет точить В конце концов он и сам бреется Но вот те заточки которые сейчас получены Получается вот на этот клин Зашла мне больше всего И я вот со своей колокольной Как вот сейчас вот допустим Я вот потребитель И я получил Ну я был бы В восторге бы я не был Потому что это не пять Но я был бы по крайней мере с этой своей То есть удовлетворен На четверку она бреет Я погоняю еще на ремне А я нам выправится И будет брить еще лучше А вот эти две Не получилось Надо разбираться Буду разговаривать и с Игорем И прочее прочее Я думаю что статус клоу мы восстановим Ну а сегодня получилось так Как получилось Я вам никогда не урал Врать не собираюсь и начинать Поэтому вот как оно есть Я вам так все и показал Хотя в принципе Мог бы все это спрятать И не показывать Но мы с вами раз условили Что не выверем друг другу Так вот давайте ребята И не будем начинать Это во-первых Во-вторых Я рад что у Вячеслава появился Игорь Потому что Вячеслав Когда точит свои бритвы Он точит конкретно под себя У него школа Шкура Там вот такая Щетина Вот такая И я вообще не уверюсь Если допустим Вячеслав даже для себя не точит Отковал И сразу бреется То есть Ну у человека щетина Такая кожа А теперь у Вячеслава есть Игорь И Игорь точит Я думаю что Возможно Нужно как-то больше Спрашивать там Под мягкий рез Под жесткий рез Или еще что-то Я Игорю не говорил ничего Я просто отправил И все И вот через какое-то время Бритвы пришли И вот Говорит Да Все пожалуйста Я все сделал То есть Возможно нам надо было Это как-то обсудить Переговорить на эту тему Ну это вот Такая вот деталь Все-таки есть Ну а по факту Не порезанный Ну да Местами кое-что есть Но какого-то такого ошибка Травматичного Я ничего не вижу Это я сам себя коцнул И 8-миллиметровая Сколько там 8-10 дней щетине Снесена Побрился Вполне себе достойно На четверочку Автошиф Ребята хорошая Уходовая Вообще уже ничего нет На лице Материя Вкусно пахнущая То есть Вот Вполне себе Если кто-то захочет У Алексея взять Попробует Ребята Берите вещь Попедибальный Наверное 4 с плюсом 4,75 поставил То есть Хорошая Замечательная Штучка Но за помадок Говорить не буду За него все сказано Он работает Он не слушает Ему уже все по барабану Он просто работает Хорошая Рабочая Лошадь Ну в смысле Барсук К моему великому сожалению Не удалось сегодня Поближе познакомиться С этим инструментом Поэтому я все это Оставлю на будущее Это должен Денис забрать Возможно он еще У меня оставит Чтоб я на камешку У него там вообще ничего нет Ну Возможно он вначале Попробует Потому что То что мне не зашло Он скажет И он вот еще Дуба рухнула Отлично бреет То есть Пускай вначале Попробует А потом уже Если что Ну вот мы с ним Будем разговаривать Ну а с этой С этой меня давать Некому Это Я купил у Вячеслава Поэтому сам с ней Буду разбираться Камешек Вы и так все знаете Помада Для молодежи Начиная с 14 лет И до 25 Взрослым мужикам От 25 Старше Надо ли И я не знаю Наверное все таки Тем кто больше Связан С представительской Какой-то деятельностью Который постоянно Должен следить за своим Не только внешним видом Но и прической Тем да Там думайте Ребята Если вдруг Решите остановиться На этой помаде И крю Вы не прогадаете Потому что Это не то Что будет оставлять У вас на лице Какие-то следы Сопли Там сосульки Или еще что-то Это Нанес И у тебя волос Опять как живой Как бы шапка Не примяла Я это уже на себе Не раз испытал После шапки Убирает статику То есть Вот ты шапку снял У тебя Вот такое Отойдет Оп Ну в смысле как На сухое Раз чуть-чуть Намазал Одну вторую Одна беда Чтобы равномерно Нанести на волосы Вы Вначале Одной рукой Потом второй А потом Этими же руками Будете закручивать банку Так вот Со временем У вас эта банка Будет чуть-чуть в помаде Ну раз в неделю Протрете Я думаю Не обломаетесь Так что Ничего тут страшного нет Опасной бритвы Огромное спасибо За то Что показали Вот эту штуку И вовремя Я успел это показать Потому что Сегодня любимая придет Она опять к себе На работу Все это уторанит Кстати Работает не только Для мужиков Для девчонок тоже Но на этом А мыло 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 Да уж наверно Кто-кто Денисто С Одессовой Рекламе Не нуждается Потому что Я читал Много хваливных Отзывов О его мыле На первом Украинском Уже Второе По-моему Или третье Мыло Пробую от него Сам Взвешенность Хорошие Бритвенные Качества И взвешенный подход Вот что Отличает Работа Этого человека И я думаю Какое бы мыло Вы не взяли От него От Дениса Даже то Которое он сам Считает Неудавшимся Но это для него Возможно А для вас Скорее всего Оно заиграет Поэтому Хлопчик Молодец Дежа Барда Догжа Пратус Блин Что сказал Тут все в кучу И польский И украинский Короче Good job Еще английского Не хватало Отличная работа Отличная работа Молодец Преподала и не раз Так что вот ребята На этом пожалуй Давайте уже И прощаться До следующего бритья Следующее бритье Будет уже С Т-образным станком И от всей души Хочу поставить Таймлесс Потому что Скоро уже Не сегодня Завтра придет Валерий С отпуска Скажет Вадим Вертай взад А мы еще С ним даже Еще не брились Так что До следующего бритья Еще раз С Новым годом Добра Счастья Радости Берегите себя Берегите своих близких Дай вам Бог здоровья Он сказал Всегда всегда Все будет хорошо Ну и до новых встреч Пока-пока С вами был я Вадим